С Днём Победы, братья и сёстры! Мобилизация не объявлена, военное положение не введено, спецоперация не переименована в войну. Обсуждение конспирологов, обсуждение инсайдеров и всё такое оказались несостоятельными. Что же сказал Путин с некоторыми пропусками? Давайте мы пройдёмся по основным моментам его речи. Пропустим минуту молчания, пропустим его традиционные рассуждения про подвиг Великой Отечественной войны. Это, конечно, очень важно, но нам сейчас интереснее, какой смысл вкладывает Путин в свою речь. А смысл очень простой. То, что происходит сейчас на Украине, это почти так же важно. Это практически одно и то же, что воевать с гитлеровской Германией. Поэтому и подвиг примерно одинаковый. Я так понимаю, должна сейчас родиться общество мысль, что Путин, правитель России, равновелики Сталину. Вот как Сталин сломал Гитлеру хребет, так и Путин сейчас борется с нашим вековечным врагом. Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы. Поздравляю вас с Днём Великой Победы. Защита Родины, когда решалась её судьба, всегда были священны. С такими чувствами подлинного патриотизма поднимались за отечество ополченца Минина и Пожарского. Я напомню, у нас на канале теперь, я решил после нашего стрима, всем, кто не видел стрим, очень рекомендую. Два часа мы прообщались с вами вчера. Я вот эту плашечку буду на всех роликах оставлять. Естественная убыль населения в России за год превысила 1 миллион человек. 1 миллион 42 тысячи человек у нас страна потеряла за один только прошлый год. За этот год, судя по всему, общие потери, учитывая отъезд почти 4 миллионов человек за границу, составят около 5 миллионов человек. Страна вымирает бешеными темпами. Об этом даже никто не говорит. Что у нас, вообще-то, основное поле битвы здесь, внутри страны. Владимир Владимирович, кто все это делает? Кто же это все делает? 22 года слишком маленький срок, чтобы переломить демографические тенденции. Чтобы народ перестал вымирать, народы России перестали вымирать. Пшли в атаку на Бородинском поле. Бились с врагом под Москвой и Ленинградом, Киевом и Минском, Сталинградом и Курском, Севастополем и Харьковом. Так и сейчас, в эти дни, вы сражаетесь за наших людей на Донбассе, за безопасность нашей Родины, России. 9 мая 1945 года навеки вписано в мировую историю как триумф нашего единого советского народа, его сплоченности и духовной мощи, беспримерного подвига на фронте и в тылу. День Победы близок и дорог каждому из нас. В России нет семьи, которую бы не опалила Великая Отечественная война. Память о ней не меркнет. В этот день, в нескончаемом потоке бессмертного полка, дети, внуки и правнуки героев Великой Отечественной. Они несут фотографии своих родных, погибших солдат, которые навеки остались молодыми, и уже ушедшими от нас ветеранами. Мы гордимся непокоренным, доблестным поколением победителей, тем, что мы их наследники. До сих пор у нас в стране есть ветераны, к сожалению. Не хочется в День Победы об этом говорить, но из песни слов не выкинешь. У нас есть ветераны, у которых в доме туалета нет. Долг хранить память о тех, кто сокрушил нацизм, кто завещал нам быть бдительными и сделать все, чтобы ужас глобальной войны не повторился. И потому, несмотря на все разногласия в международных отношениях, Россия всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности. Системы, которая жизненно необходима всему мировому сообществу. В декабре прошлого года мы предложили заключить договор по гарантии безопасности. Россия призывала Запад к честному диалогу, к поиску разумных, компромиссных решений, к учету интересов друг друга. Логический мостик к тому, что наш противник на самом деле это не Украина. Путин в своей речи озвучивает, что главный противник, который мешает мировой и международной безопасности, это НАТО, это глобальный коллективный Запад. Все напрасно. Страны НАТО не захотели нас услышать. А это значит, что на самом деле у них были совершенно другие планы. И мы это видели. В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе. К вторжению на наши исторические земли, включая Крым. В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия. Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий. Таким образом, планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза. Причем непосредственно у наших границ. Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным. Повторю. Мы видели, как разворачивается военная инфраструктура, как начали работать сотни зарубежных советников, шли регулярные поставки самого современного оружия из стран НАТО. Опасность росла с каждым днем. Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынуждено. Упреждающий отпор, я прошу прощения, был бы дан, если бы мы в 2014 году не признали власть, пришедшую в Киев после Майдана. Все эти восемь лет в России продолжают нормально функционировать активы украинских олигархов. Порошенко, Ахметова, Коломойского и прочего. Они зарабатывают и в Украине, на Украине, и в ЛДНР, и в России. До сих, даже сегодня. Вам же говорили еще два месяца назад, напоминали, что у Зеленского в Крыму есть квартиры. Они были конфискованы? Нет. Поговорили и забыли, проехали. Своевременное и единственно правильное решение. Решение суверенной, сильной, самостоятельной страны. Опять же, когда приходится рассказывать, что мы самая сильная и самая суверенная страна, это выглядит очень дешево. Это плохо выглядит. Если человеку приходится рассказывать, что все его должны уважать и любить, значит, у него проблемы. Плохой руководитель. Если Путину приходится рассказывать, что Россия сильная и суверенная, это очень плохой знак. Соединенные Штаты Америки, особенно после распада Советского Союза, заговорили о своей исключительности. Унижая тем самым не только весь мир, но и своих сателлитов, которым приходится делать вид, что они ничего не замечают. И покорно все это проглатывать. Но мы другая страна. У России другой характер. Мы никогда не откажемся от любви к родине. От веры и традиции. А вот это вот 30 лет то, что происходило. Это не был отказ от любви к родине. Мы никогда не откажемся, Владимир Владимирович. Это вот Набиулина, Силуанов, грозди чиновников, олигархов, которые прямо сейчас, в годину испытаний, во время проблем, бежат из страны, пятки сверкают. В Израиль, в Арабские Эмираты. Кто куда. Я не говорю про либералов, которые открыты, ну, никогда не отличались особым патриотизмом, любовью к России. Я говорю про госслужащих, цвет нации, которых назначали на самые высокие должности, которые определяли, как живет страна. И где все эти чубайсы сейчас? Путин не готов признать эпоху национального предательства, а значит, не готов ее завершить. Значит, все будет так дальше и продолжаться. Исторический шанс, историческая возможность перевести страну на рельсы развития упускается на наших глазах. А на западе эти тысячелетние ценности, судя по всему, решили отменить. Такая нравственная деградация стала основой циничных фальсификаций истории Второй мировой. Разжигание русофобии, восхваление предателей, издевательство над памятью их жертв, перечеркивание мужества тех, кто добыл и выстрадал победу. Нам известно, что американским ветеранам, которые хотели приехать на парад в Москву, фактически запретили это делать. Но хочу, чтобы они знали, мы гордимся вашими подвигами, вашим вкладом в общую победу. Мы чтим всех воинов союзнических армий, американцев, англичан, французов, участников сопротивления. Ну мог бы хотя бы упомянуть китайцев. Китайцы тоже сражались, у них там потери были колоссальные. Нет, решили не упоминать. Вот американцы, французы, знайте, мы на вашей стороне. Мы помним о вашем подвиге. Китайцы и корейцы, ну, там, конечно, была специфическая ситуация. Ну, учитывая разворот России на восток, я думаю, стоило все-таки упомянуть. Нет, не стали упоминать. Уважаемые товарищи, сегодня ополченцы Донбасса вместе с бойцами армии России сражаются на своей земле, где разили врага дружинники Святослава и Владимира Ванамаха, солдата Румянцева и Потемкина, Суворова и Брусилова, где насмерть стояли герои Великой Отечественной войны, Николай Ватутин, Сидор Ковпак, Людмила Павличенко. Обращаюсь сейчас к нашим вооруженным силам и к ополченцам Донбасса. Вы сражаетесь за Родину, за ее будущее, за то, чтобы никто не забыл уроков Второй мировой, чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам. Сегодня мы склоняем голову перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла Великая Отечественная война. Перед памятью сынов, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей. Мы склоняем голову перед памятью мучеников Одессы, заживо сожженных в Доме профсоюзов в мае 2014 года. Видите, это все одна линия. То, что происходило в 41-45-м, и вот люди, сгоревшие в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, это вот одно и то же. Все-таки про китайцев он упомянул, слава богу, что называется. И всех этих людей Владимир Владимирович предлагает пощить минуты молчания. Перед памятью стариков, женщин и детей Донбасса, мирных жителей, которые погибли от безжалостных обстрелов, варварских ударов неонацистов. Мы склоняем голову перед нашими боевыми товарищами, которые пали смертью храбрых в праведном бою за Россию. Объявляется минута молчания. Кибель каждого нашего солдата и офицера – это горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких. Государства, регионы, предприятия, общественные организации сделают все, чтобы окружить заботой такие семьи. Помочь им. Особую поддержку окажем детям погибших и раненых боевых товарищей. Указ президента об этом сегодня подписан. Скорейшего выздоровления желаю раненым солдатам и офицерам. И благодарю врачей, фельдшеров, медсестер, медицинский персонал, военных госпиталей за самоотверженную работу. Низкий поклон вам за то, что боретесь за каждую жизнь, часто под обстрелом на передовой, не жалея себя. Уважаемые товарищи, сейчас здесь, на Красной площади, плечом к плечу стоят солдаты и офицеры из многих регионов нашей огромной Родины. В том числе те, кто прибыл прямо из Донбасса, непосредственно из зоны боевых действий. А это интересно, на самом деле, как много военнослужащих прибыли на парад прямо из зоны боевых действий. Много было разговоров о том, что у нас прям там дикие проблемы с личным составом. Но вот, оказывается, заполнить Красную площадь проблемы не составило. Военнослужащих на парад хватило. То есть, это будет очень странно, если через неделю, через две, да даже через месяц, Путин объявит, несмотря на этот парад, всеобщую мобилизацию. Как же это так? Вот этих бы людей сейчас бы на фронт, и никакая мобилизация не понадобилась. Пока еще западное натовское вооружение до фронта украинского не добралось. Нет. Решили вот парад провести, парад важнее. Здесь уже вопрос, насколько адекватны эти инсайдеры, эти эксперты, которые нам рассказывают про всеобщую мобилизацию. Слава Богу, что она не объявлена. Мы помним, как враги России пытались использовать против нас банды международных террористов. Стремились посеять национальную и религиозную вражду, чтобы изнутри ослабить, расколоть нас. Ничего не получилось. Сегодня наши бойцы разных национальностей вместе в бою прикрывают друг друга от пули осколков, как родные братья. И в этом сила России, великая, несокрушимая сила нашего единого многонационального народа. Сегодня вы защищаете то, за что сражались отцы, деды, прадеды. Для них высшим смыслом жизни всегда были благополучие и безопасность Родины. И для нас, их наследников, преданность отчизне, главная ценность, надежная опора независимости России. Те, кто сокрушил нацизм в годы Великой Отечественной войны, показали нам пример героизма на все времена. Это поколение победителей. И мы всегда будем равняться на них. Слава нашим доблестным вооруженным силам. За Россию! За победу! Ура! Ну и по всей логике выступления получается, что когда мы говорим за победу, мы имеем в виду победу в равной степени и Великой Отечественной войны, и победу над украинским нацистским режимом. А может быть и над всем западным миром, который этот нацистский режим вскармливал. Еще несколько очень интересных и важных моментов. Зачем-то в день победы Мединский заявляет, что переговоры России с Украиной не прекращены, они проходят в дистанционном формате. Это первая новость, которую я увидел про Мединского. Мне захотелось уточнить, что там такое Мединский сказал. Вот оказывается первоисточник. Послушайте маленький отрывочек и решите для себя, что же Мединский сказал. С праздником вас! Для радио-маляка, скажите, пожалуйста, а вы будете поздравлять своих коллег по переговорной группе из Украины, может быть, с праздником победы? Когда победим, тогда и поздравим. Вот когда победим, тогда и поздравим. Это он что, сказал, что переговоры не прекращены? Что они проходят? Где он это сказал? Он развернулся и ушел. Все. Это все, что он сказал. Вот первоисточник. С чего вы взяли, что переговоры продолжаются? Очевидная попытка натянуть сову на глобус. Очевидная ложь, пропаганда, высасывание сенсации из пальца. Кого не было на параде? Хотя, казалось бы, Лукашенко не было на параде. Лидеров ДНР и ЛНР, хотя бы символических подразделений ополченцев из Луганска и Донецка, тоже не было. А это почему? Забыли, потому что всерьез их не воспринимают. Значительная часть речи российского президента на параде победы на Красной площади была посвящена событиям на Украине. Однако он ни разу не использовал, наоборот, специальная военная операция. Тоже интересно. Вице-премьер Борисов ответил злопыхателям, которые говорят, что у нас кончаются технические средства. Запасов современных высокоточных ракет и боеприпасов хватит, чтобы выполнить все поставленные перед вооруженными силами России задачи. Ну что ж тогда мосты до сих пор не разрушены? Железнодорожные, по которым доставляется наиболее существенная военная помощь для Украинского фронта. Непонятно. Слава богу, нигде не произошло никаких террористических актов, никаких диверсий. Я надеюсь, до конца дня ничего не изменится. А вот российские власти показывают себя очень оригинально. Во Владивостоке полицейские задержали журналистку, которая несла плакат с фотографии погибшего в апреле командира 2-й роты Спарта Водянова на бессмертном полку. Во время шествия задержали журналистку с портретом Сергея Аграновича. Именно так звучит настоящее имя погибшего комбата народной милиции ДНР. Приказ начальства, сказали в полиции. Позже журналистка написала, что ее после проверки отпустили. Выпустили, сфоткали в профиле анфас, внесли в базу. Видимо, есть специальная база для патриотов. Опасные они люди. Агранович остался на плакате. Вот такой был последний бой у ребят. Между тем, украинцы все-таки нашли способ, как подгадить. В России взломаны программы каналов Спутникова ТВ и телеприставки разных видеосервисов и размещены антироссийские материалы. Взломаны МТС, НТВ+, Ростелеком, Винкс. Взломан Яндекс.Телепрограмма. Ну и когда открывается какой-то канал, выбор передачи, там везде написано одно и то же. Тысячи украинцев и сотен их убитых детей. На ваших руках кровь. ТВ и власти врут. Нет войне. У некоторых российских ТВ-провайдеров изменились названия передач. Теперь начинаются с фразы «на ваших руках кровь». Между тем, российская замена, Рутюб, вырублен, лежит, находится, видимо, под какой-то атакой. Что происходит с видеохостингом, неизвестно, но зайти на Рутюб сейчас невозможно. Ютуб этой ночью уничтожил канал Андрея Караулова с двумя миллионами подписчиков. Уничтожил в нарушении собственных правил. Без страйков, без предупреждений, без оснований. Просто снес и все. Так что очень интересно все, что происходит. Дорогие друзья, ставьте лайки, делайте репосты, пишите комментарии, подписывайтесь. Наиболее объективное обозрение всего, что в стране происходит на нашем канале. Кто знает, возможно, в скором времени мой канал грохнут. Возможно, мы все будем с вами встречаться на канале, на платформе Караулова. А возможно, Рутюб починят. Мы будем в Рутубе с вами общаться. Скорее всего, в самую последнюю очередь будет заблокирован телеграм. Поэтому пока есть возможность, подписывайтесь на наш телеграм. Будем общаться, будем на связи, будем в курсе последних новостей. До новых встреч. Пока.